всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю со 2 по 8 ноября включительно для знака зодиака девы уважаемые девы напоминаю что гадание подойдет и мужчинам и женщинам и тем кто одинок и тем кто в паре надеюсь что многие из вас досмотрев это видео до конца найдут для себя важные советы и подсказки но не забывайте о том что расклад общий для всех одинаково проиграться он не может сколько людей столько судеб по каждой карте я даю максимум из того что вижу а вы для себя берете только то что подходит именно вам это таро прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака также и по асценденту это и другое правильно что с вами больше резонирует то и ваше сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания думая о своем вопросе устанавливайте время чтобы вы понимали примерно в какие сроки ваше желание сбудется или не сбудется и так карта которая останется на самом дне колоды после выкладки основных карт и будет являться ответом на ваш вопрос колода готова кому нужно больше времени чтобы загадать свой вопрос желания ставьте на паузу а я продолжаю уважаемые девы все карты вашего расклада перед вами я начинаю его трактовку первой карты для вас выпала семерка чаш это карта мечтаний надежд многих из вас она показывает как людей творческих желающих проявить себя именно в творческих процессах у вас может быть очень много идей выбранных вами направлений но конкретно на чем-то одном сейчас вы не можете остановиться но и также эта карта может говорить о том что вы о чем-то замечтались залетались но в общем-то эта карта прекрасного настроения энергии у вас много но она как будто бы полностью вами не реализована давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели что будет происходить в этом периоде в общем и мы видим карту старшего аркана мира эта карта огромных возможностей для многих из вас и для мужчин и для женщин многие на сегодняшний день уже достигли витка своей эволюции уровня развития определенных навыков и знаний но вы всегда хотите развиваться вы не готовы останавливаться на достигнутом для многих из вас это вообще в корне новые проекты новые дороги и новые замыслы вы человек социально активный у вас очень много знакомств связи это могут быть и люди из прошлого и новые отношения которые завязываются в этом периоде которые также могут быть для вас полезны эта карта может показывать соцсети с помощью которых вы решаете что-то связано и с работой для кого-то то что связано с личной жизнью с помощью интернета вы можете развиваться получать для себя новую информацию чему-то учиться в общем эта карта говорит о том что чтобы вы для себя не запланировали именно в этом периоде многое у вас будет получаться эта карта вашего успеха это карта вашего признания другими людьми и уважение вас в обществе многие из вас могут работать сами на себя даже если вы работаете на кого-то вы стремитесь к независимости великолепная карта для образования для дорог для поездок и для любых перемен в вашей жизни давайте посмотрим что ждет наши семейные пары в этом периоде для вас выпала карта старшего аркана императрицы это уже второй старший аркан в вашем раскладе и еще одна троечка троечка чаш выпала на вашего партнера но уже младший аркан многих из вас ждут небольшие семейные праздники застолья может быть вас посетят друзья либо вы кому-то захотите пойти может быть вы просто в кругу своих близких и родных захотите что-то отметить в отношениях доминирует женщина если говорить о вашем мужчине он вами восхищается он вас любит вы для него женщина номер один но вашим мужчиной могут интересоваться и другие дамы по тройке чаш ваш партнер также социально активен но к сожалению эти карты в негативе могут говорить о том что в парах может быть кто-то третий что ваш партнер может думать о ком-то еще либо кто-то на него обращает внимание но не исключено что по императрицы и вы такая яркая великолепная замечательная что и на вас кто-то обращает внимание никто не говорит о прямых изменах но эта информация для размышления если смотрят меня мужчины очень много в вашем доме в вашей семье все таки зависит от вашей женщины рядом с вами женщина и великолепная мать и великолепная хозяйка прекрасная мать и прекрасная любовница но если говорить о наших мужчинах то вам возможно чего-то не хватает так как мы видим троечку чаш рядом вам хочется больше плотских утех и сколько бы ваша супруга не уделяла вам внимания вам может быть этого мало но отношения в паре развиваются многие из задуманных вами обоими проектов будут воплощаться в жизнь благодаря тому что вы друг другу пытаетесь помочь если говорить о женщинах девах то вы и находясь дома что-то пытаетесь менять преобразовывать вы делаете все что от вас зависит для того чтобы еще помочь кому-то из ваших близких если говорить о наших одиноких девок что ждет вас в этом периоде для вас выпала карта королевы жезлов карта 5 мечей и карта девятки пентаклей если бы не пять мечей все было бы великолепно наши одинокие девы тоже блистают это ум эта красота это харизматичность это умение пользоваться своим ближайшим окружением получать для себя нужную и важную информацию с помощью тех людей которые рядом с вами если говорить о женщинах в отношении себя вы не оставляете равнодушным противоположный пол но у вас может быть много конкуренции кто-то с вами пытается конкурировать и если вы на сегодняшний день с кем-то выстраиваете личные отношения и с кем-то встречаетесь вот эта карта может говорить о том что кто-то вносит разлад в вашу жизнь либо со стороны вашего партнера либо его друзей либо ваших же подруг то есть эта карта может говорить о том что в вашем же ближайшем окружении есть враги есть завистники но если говорить о рабочих процессах эта карта может показывать конкуренцию двойную игру если говорить о женщинах заработать вы однозначно сможете но вы постоянно сталкиваетесь вот этой самой борьбой в конкуренции вы давно уже на кого-то злитесь и давно кого-то хотите поставить на место в этом периоде возможно выяснение отношений по работе вы не готовы терпеть какие-то унижения и лицемерия и вы кому-то будете отвечать стоит вам только почувствовать малейший намек на то что за вашей спиной интриги если говорить о мужчинах одиноких наших девах то большое влияние на вашу жизнь также имеет женщина не обязательно любимая это может быть любая женщина с которой вы часто общаетесь это может быть и ваша мать и сестра и подруга но для тех кто встречается снова таки и для мужчин в отношениях очень много зависит от женщины здесь также ревности могут быть со стороны обоих партнеров и также вам приходится с кем-то конкурировать если говорить о рабочих процессах заработать вы сможете и неплохо к вам поступают очень хорошие доходы и благодаря тем деньгам которые вы будете иметь вы очень многое себе сможете позволить и как бы ваши конкуренты не старались помешать они особо вам не могут развитие есть и у мужчин и у женщин но у мужчин развитие зависит от женщины давайте заглянем в центр вашего расклада и здесь мы увидим основные события вашей жизни также что на вашем сердце и что на вашей душе в центре расклада выпала великолепная карта это туз жезлов это новые начинания это новая идея которая возможно пока у многих из вас только зарождается в вашем сознании но вы уже делаете что-то для того чтобы эту идею реализовать у каждого это что-то свое для кого-то это новые начинания в работе для кого-то это новые контакты и связи для кого-то это новые дороги поездки покупки это может быть все что угодно вплоть до образования но вы горите какой-то идеей и развитию того чего вы задумали вы отдаете очень много сил и энергии высшие силы вам также здесь помогают вы найдете также тех людей которые будут вас поддерживать эта карта может показывать о том что в чем-то у вас креативное мышление и какие-то задачи поставленные перед вами вы можете решать нестандартным путем давайте посмотрим карту дополнения мы видим четверку мечей эта карта может показывать то что на вашем сердце или то что в вашей душе к сожалению эта карта говорит о каких-то огорчениях о том что в прошлом у вас кем-то были конфликты с кем-то вы не находите понимания из-за этого есть внутреннее опустошение и хочется покоя если говорить о том как вы себя ведете на людях то вы очень активны но иногда вам хочется отойти в сторону отойти от дел просто ни с кем не общаться и просто отдохнуть почему потому что эта карта также может показывать и усталость хроническую или накопившуюся но вы сами себе не всегда готовы признаться в том что вы устали почему потому что перед вами всегда масса каких-то задач по четверке мечей вы однозначно кому-то что-то хотите доказать но пока у вас на это не хватает сил и пока та ситуация которая вас волнует идет своим естественным ходом не стоит пытаться что-то ускорять все будет происходить само собой но давайте эту карту перекроем тузом жезлов и пусть вашей жизни все налаживается давайте посмотрим что происходит с вашими финансами на финансы для вас выпала карта старшего аркана луны эта карта говорит о том что сколько бы вы не зарабатывали денег может катастрофически не хватать также вернусь к тем кто в поиске работы вот эта карта говорит о том что если в этом периоде вы будете активно искать или активно искали работу в прошлом периоде то новые начинания по тузу жезла вам обеспечены для кого-то это новые направления уже в основной работе есть предложения есть возможности но из-за денег все равно волнение эта карта может говорить о родовых о семейных проблемах что вам приходится решать проблемы дома может быть в ваших близких может быть кто-то болеет может быть просто кому-то нужна ваша финансовая поддержка но эта карта также может говорить о том что кто-то может пользоваться вашими финансами либо в чем-то вводить вас в заблуждение для того чтобы вы помогли материально такое тоже вполне возможно но это также и ваши собственные страхи которые есть в вашем подсознании боязнь потерь и навязчивые мысли навязчивые идеи касающиеся денег и бесконечные волнения давайте возьмем дополнительную карту и мы видим шестерку мечей у многих эти волнения связаны с дорогами с передвижениями с перемещениями возможно кому-то из вас предстоят дороги для кого-то касающиеся работы для кого-то касающиеся смены места жительства либо просто это дороги на отдых либо куда-то еще но есть переживания из-за того что финансов может не хватать вы устали от каких-то бесконечных семейных проблем и вам хочется сменить обстановку эта карта может показывать грусть и подавленность из-за того что в недавнем прошлом происходило из-за денег конечно же это может говорить о том что были потери и не маленькие в течение всего этого месяца вы будете пытаться восстановить свои финансы после каких-то больших трат но это для вас возможно давайте посмотрим что происходит во внешнем мире и на внешний мир выпадает великолепная карта туза чаш это карта любви эта карта также новых проектов свиданий интима радости дружбы и поддержки а это говорит о том что у вас есть друзья что вас кто-то любит и во внешнем мире кто-то может проявлять к вам знаки внимания это касается и женщин и мужчин для кого-то это в корне новая влюбленность встречи и эмоции которые будут переливаться через край то есть эта карта радости от общения для тех кто встречается ваши отношения развиваются это чувственность это эмоциональность для многих вы являетесь прекрасным другом и человеком которому еще кто-то может обращаться за помощью это также карта благих вестей которые в этом периоде вы непременно получите для кого-то эти новости будут связаны с вашим развитием либо с тем новым делом которое вы задумали а для кого-то это радость рядом с близким для вас человеком по духу давайте посмотрим на скрытые факторы этого периода то чего не видно на поверхности но то что нужно учитывать и снова старший аркан карта шута карта 9 мечей и карта пажа жезлов к сожалению вскрытых факторах есть негатив а это говорит о том что из-за новых начинаний у вас могут быть очень большие переживания вы делаете шаг вперед еще шаг и еще шаг но в какой-то момент вы останавливаетесь и вам может быть страшно что-то в своей жизни все-таки поменять вас начинают преследовать страхи но вы сможете преодолеть свои страхи и сомнения свои фобии и навязчивые идеи об этом говорит карта пажа жезлов вы сами себя будете вытягивать за уши из вот этого состояния апатии которая неожиданно может на вас наваливаться для тех у кого есть детки это большие переживания за ваших детей за ваших внуков за их развитие для кого-то это бессонные ночи касающиеся лично вашего развития и ваших новых проектов по шуту это какое-то новое начинание которое сопряжено с риском с волнениями именно поэтому в какой-то момент вы начинаете чего-то бояться для тех у кого только начинают развиваться отношений вам кто-то может быть интересен кто-то интересуется вами но эта карта может показывать ваши собственные комплексы вы боитесь того что что-то может не получиться в личной жизни но все-таки паш жезлов говорит о том что все в вашей жизни будет хорошо много суеты много хлопот много переживаний связанных с новыми начинаниями у каждого это что-то свое но вы прорветесь давайте посмотрим чем для вас завершится эта неделя на завершение этого периода снова выпадает карта старшего аркана иерофанта карта папы карта высших сил а это говорит о том что высшие силы каждый день будут рядом с вами помогать вам во всех ваших начинаниях эта карта вашей внутренней веры это ваш стержень благодаря которому вы не сломаетесь не теряйте веру и идите к своим целям высшие силы вас поддержат также вам даются помощники на земле в лице реальных людей для мужчин эта карта может показывать вас самих ваше умение организовывать свою жизнь управлять своей жизнью и не только своей но еще и судьбами других людей но также эта карта может показывать властного человека связано с госструктурами пользующегося определенной властью имеющего может быть хорошую должность и этот мужчина чем-то вам готов помочь но для кого-то эта карта может просто показывать духовного наставника либо старшего друга но в мужском лице высшие силы вас благословляют на какие-то новые начинания посмотрите папа дает благословление двум священнослужителям сами небеса одабривают вас и вам помогают давайте посмотрим карту основного совета на этот период и для вас выпала карта десятки мечей сожалению эта карта может говорить о болезнях о недомоганиях на физическом уровне поэтому если у кого-то есть хронические заболевания обратите внимание на свое здоровье в особенности у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом позвоночник голова шея но и другие патологические заболевания могут давать о себе знать даже у тех у кого все нормально со здоровьем эта карта может показывать эмоциональное истощение это что все-таки вам нужно больше отдыхать эта карта говорит о том что вам предстоят перемены высшие силы вас будут поддерживать вы не должны ничего бояться но перемены будут для вас сложными непростыми у многих из вас будет жизненная ломка но это как испытание для того чтобы в будущем получить какую-то награду давайте посмотрим ответ на ваш вопрос да или нет и для вас выпадает карта рыцаря пентаклей конечно однозначно уверенная да если говорить о женщинах большое влияние на ваш вопрос имеет мужчина либо с помощью мужчины свое желание вы можете осуществить для мужчин дев эта карта говорит о том что все зависит исключительно от вас самих от вашего умения вырабатывать дальнейшую стратегию и умения что-то планировать наперед просчитывать все шаги и варианты великолепная карта для дел для бизнеса для коммерции и также для любого рода дорог для кого-то из вас эта карта может быть как подсказка что вам нужно куда-то поехать с кем-то встретиться с кем-то переговорить и возможно вам понадобится еще внести куда-то какие-то деньги но это себя будет полностью оправдывать давайте спросим у карт что еще вам нужно знать в этом периоде информация общего характера и для женщин и для мужчин для этого мы прибегнем каракулу ленорман три карты карты очень интересные но к сожалению они также говорят о затруднениях карта башни карта всадника и карта косы для тех у кого есть кредиты или долги большие волнения из-за этого у кого-то могут быть проблемы связанные с недвижимостью и вам также предстоит что-то решать для тех кто запланировал какие-то дальние дороги или поездки здесь тоже у вас может быть не все в порядке с документами и нужно улаживать официальные моменты если в делах и в работе вы будете проявлять неуверенность двойственность дела также ваши могут пойти на спад поэтому ведите себя более активно в делах касающихся заработка вам нужно будет быстро принимать какие-то решения связанные с деньгами может тратами или вложениями это нервы и напряжения кому-то предстоят дороги из-за которых вы также очень нервничаете карты показывают какие-то сомнения и двойственность но если смотрят меня женщины что-то вашей жизни может тормозиться из-за мужчины и из-за его неуверенности если смотрят меня мужчины и вашей жизни что-то будет не получаться то этому виной исключительно вы сами карта основного совета для женщин и карта основного совета для мужчин для женщин выпала карта дома вашего очага но эта карта призывает вас к тому что в доме нужно что-то менять возможно вам нужно сделать какие-то вложения может быть сделать ремонт может быть помочь кому-то из близких из самых близких и уделите больше внимания и времени своим самым родным людям кто-то нуждается в вашей помощи если говорить о мужчинах для вас выпала карта собаки карта друга это 10 червей она говорит о том что какую-то сложную проблему или задачу вы сможете решить с помощью самого ближайшего друга человека который готов будет вам помочь но прежде чем этот человек вам поможет из-за чего-то у вас могут быть разговоры на повышенных и также волнения эти карты для мужчин также могут говорить недоразумения в дружбе из-за того что на кого-то вы могли надеяться но кто-то из друзей вас подводит но в конечном итоге этот человек постарается реабилитироваться в отношении вас то есть все будет налаживаться вот такой была дополнительная информация уважаемые девы расклад интересный я всем вам желаю чтобы этот расклад для вас проигрался самым лучшим образом все те кто еще не успел подписаться на мой канал подписывайтесь пишите в обратных сообщениях что в этом периоде у вас происходило я думаю будет интересно не только мне но и другим я не прощаюсь с вами я говорю вам до следующих недельных прогнозов всем до свидания а